Вопросы реализации приоритетного проекта повышения эффективности реализации государственной национальной политики в Подмосковье обсудили в Московском Доме национальностей. Главной целью официальной встречи стал обмен опытом областных и столичных общественных деятелей. По последним данным, в Москве проживает 169 национальностей, в Подмосковье более 140. Это значит, что работа по утверждению межнационального мира и согласия в обоих регионах необходима. О том, какая модель межнациональных отношений выстраивается в столице, членам рабочей группы по реализации проекта повышения эффективности реализации государственной национальной политики в Подмосковье рассказали за круглым столом Московского Дома национальностей. Несомненно, она будет тем, наверное, эталоном, или, по крайней мере, если не эталоном, по крайней мере, той базовой структурой, глядя на которую в остальных регионах тоже будут выстраиваться такие объединения, такие программы. В своей деятельности Московский Дом национальности руководствуется стратегией государственной национальной политики. С момента появления в 1998 году это государственное учреждение проводит круглые столы, фестивали, концерты, выставки. На сегодняшний день это более 800 мероприятий в год, в которых принимают участие тысячи москвичей разных национальностей. Тут тесно работают с национальными общественными объединениями, даже помогают урегулировать некоторые конфликты. Когда ты точно знаешь, что у тебя есть такое место, и даже при возникновении внутреннего какого-то конфликта ты можешь точно поговорить, особенно при наличии сиквалифицированных специалистов, это, мне кажется, одна из главных ценностей вообще. Кроме того, в Доме национальностей существует большая научно-методическая база. Тут ведут активную работу с молодежью, воспитывают этнических журналистов, проводят мероприятия в школах. К примеру, в Люберецкой кадетской школе уже более пяти лет. Московский Дом национальностей проводит уроки дружбы, патриотического воспитания, экскурсии, мастер-классы. Представители того или иного народа, той или иной национальности приезжают в школу и рассказывают о своей культуре, о своих народных традициях, обычаях, о своей кухне, о каких-то особенностях своего языка. И рассказывают о истории своего народа именно в России. Всегда это очень интересно, это познавательно и в такой игровой форме, что для детей и старших, и младших классов всегда-всегда очень здорово и увлекательно. Завершилась встреча за круглым столом Дома национальностей вопросами заинтересованных гостей. Ведь одна из главных целей совместной работы – создание в будущем Московского областного Дома национальностей.